Время безалаберного отношения коммунальных служб в своей работе прямо сейчас, внутри дежурной по городу. Здравствуйте. Улица Самарская, 42. Состояние мест общего пользования в коммунальных квартирах с каждым годом становится все хуже. Ни разу капитального ремонта нет. Когда у нас было много соседей, мы сами все делали. Но сейчас уже все рушится, все падает. Сколько мы писем писали, куда мы только не обращались. Вот бывают только ответы. Примем меры, примем меры. Отправляют куда ответы, не знаем. И мало того, недавно ходила в это вот, первый жест какой-то сервис шириносновый. Вы знаете, как грубо разговаривают эти секретари, не пускают меня никуда. Я говорю, я пришла от Козлова Андрея Юрьевича. Я никого не видела, никого хочу знать. Ну что это такое? Вот как сидят, никто никакие меры не принимает. А уже Семско у нас, ЖУ-6, вообще никак не реагирует. Приходили слесаря. Я говорю, ну посмотрите. Ну вы сами вас фотографируете. Смотрите, чем. Все приходят, фотографируют. Никакого акта обследования не дают. И тишина. Это кухня. Кухня. Да. Это у нас кухня. Вот все здесь рушится. Ну посмотрите, даже стенки все лопаются от грязи и от этой. А вон потолок-то какой, посмотрите. Ну вот здесь вот мы в коридоре кое-что сами сделали так тихонечко. Ну здесь мы никуда не залезем, мы ничего не сможем сделать. Рамы вообще окно не открываются. Ну вы видите сами, что здесь творится. Трубы гнилые. Вода течет. Не по кранам, а мимо крана. Начинаем выливать. Опять мимо все крана течет. По лужи там тоже все прогнили. То есть никто нам не ремонтирует. И так же в туалете. Вы видели в туалете, что творится. Все течет. Все течет. И ничего не хотят делать. Одни отписки сделаем, сделаем, направили, направили. Ничего не до сих пор нет. У нас три семьи. Три семьи. Кто нас обслуживает, мы не знаем. Обычно говорят, договора заключать к нам никто. Никакой договор сами не заключали. Мы не знаем, к кому мы относимся. Улица Аэродромная 4, по словам жильцов, подвал дома регулярно заливает нечистотами. Виной всему часто из-за сорок канализации. Канализация – это у нас самый наболевший вопрос. И это у нас происходит с 2000 года. Но тогда с этим вопросом решали быстро и оперативно. А плохо стало с 2014 года. Вот мы обращались к баталиной, к управляющей ЖУ-5. И эта ситуация и в первом подъезде, и в третьем подъезде, ну и, конечно, и в четвертом. Все они сообщаются, сообщающиеся. Вот. Если у нас затопило, то мало не покажется ни первому, ни третьему. Я живу в третьем подъезде, у нас бывает такое очень часто, потому что если у них, у нас уже обязательно, если у нас, то у них тоже самое. У нас заливает даже левые и правые карманы по щиколотку, вот только что недавно было. Я лично вызывала слесаря три раза. Они нас очистили, но это ненадолго бывает, потому что система у нас уже вся тоже прогнила. И струб просто выхлёстывает. Вот. Мы постоянно живём просто за таком зловонии, приходят люди, вот даже просто, ну, как-то не прилить. Открываем квартиру, весь этот воздух, простите меня, идёт в комнату. Вот. А ЖУ обращаться практически бесполезно. Вот мы сейчас обращаемся в эту компанию. Они, по крайней мере, хоть как-то приезжают, но это не меняет. Всё равно сейчас какое-то время вся история повторяется. А с трубами, вот слесарь пришёл, ему для того, чтобы удобнее было проволокой там прочищать, он продолбил дыру эту. И всё, ушёл. А мы, да что такое, вроде всё было нормально, сухо. А она, когда большой поток воды идёт, особенно вечером, эта вода выхлёстывается из этой дыры наружу, через трубу. На сегодня это всё. Звоните и пишите в нашу редакцию. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»